О том, что этот вид спорта стремительно набирает популярность, говорить не приходится. Достаточно было побывать на втором по счету открытом турнире Кубок Бреста 2017. Ажиотаж на ультрасовременной площадке, ничуть не уступающий профессиональному полю для игры. Азарт плюс неподдельный интерес участников. Новые лица, новые рекорды. Именно так в целом можно охарактеризовать нынешние соревнования. Увеличилось число желающих показать себя в питанке. Более того, расширилась география состязаний. Из рекордных 16 команд участниц, помимо Брестских, соперники из Минска. Этот факт во многом подогревал интерес к борьбе у спортсменов. Насыщенными и непредсказуемыми он сделал поединки и для многочисленных зрителей. У этого вида спорта фантастический, огромный потенциал для развития. Вы посмотрите, за моей спиной играют и дети девочки, и дети мальчики, и люди более старшего и среднего поколения. Это говорит о чем, что у этого спорта не надо огромных физических возможностей. Он настолько демократичен, что ребята могут с девочками играть, папа с мамой в одной команде. Не нужно специального инвентаря. Обычная, организованная, как у нас сзади, благодаря компании БелАлка, площадка, и все могут принимать участие. Правила довольно просты. Обучиться им можно даже в процессе игры. Пару практических занятий и на лицо первые успехи. Совершенствование навыков. Регулярные тренировки и вы не заметите, как спорт станет вашим хобби. Зачастую семейным. Признаются опытные игроки. Принять участие в соревнованиях могли любые команды, подавшие заявки заблаговременно. Среди желающих оказались сотрудники предприятия «Савушкин продукт», «Брест газоаппарат», «Брест облгаз», работники средств массовой информации. Несколько часов игры и никакого намека на усталость. Только положительные эмоции, азарт и, конечно, общение. Продолжаем продвигать этот интересный, полезный вид спорта. Сложно ли было организовать присутствие других команд, гостей? Ну, если еще неделю назад я боялся, чтобы хотя бы 8 команд найти, то в последнюю неделю как-то мы уже не знали, что делать. Сегодня принимают участие 16 команд. В принципе, на сегодняшний день наша площадка уже больше не примет. Здесь 8 дорожек, 16 команд – это максимум. Хотя нескольким желающим пришлось уже отказывать в последние дни, потому что уже лимит по участникам был. С каждым разом игры становится все более интересным, потому что появляются новые команды, новые участники. Вносится какое-то разнообразие, какая-то стратегия, тактика в игру, как в каждой из команд. И это позволяет развиваться и, естественно, проявляет больше внимания, усидчивости, интереса, стремления к тому, чтобы кого-то выиграть, победить. Да, и уже есть команды, которые играли в прошлом году, уже знакомые друзья, появляются новые. И это один из основополагающих факторов, вовлекающих в игру множество людей. Итоги соревнований нынешнего года, хоть и оказались неутешительными для брещан, главной кубкой увезли с собой опытные игроки из Минска. Однако это не стало поводом отчаиваться. На протяжении летнего сезона горожане будут иметь возможность совершенствовать свои навыки, а значит, не за горами новые рекорды. Площадка совершенно бесплатная. Любой человек, любой желающий может прийти в свободное время. Как сказал один из игроков наших, это, говорит, Брестская ривьера. Удивительное место. Пляж, свежий воздух. Красота. Вечером прийти, играть в пятанок с друзьями, что может быть лучше. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.